Доброго воскресного дня, возлюбленные Господи, братья и сестры! В наступающей неделе, 12 июля, Православная Церковь будет совершать память святых апостолов Петра и Павла. Это одни из самых известных учеников Господа Иисуса Христа, которые представляют собой как бы два разных вида тогдашней церковной, так сказать, деятельности. Один из них, Петр, был преимуществом апостолом среди евреев, своих соплеменников, а Павел в основном принес Евангелие для язычников. То есть, они как бы собой объединяют и обращение израильского народа ко Христу и всего остального мира. Праздник 12 июля, в один день этих апостолов, известен издревле. По церковному преданию он был утвержден еще в III веке. В 258 году в Риме состоялось перенесение их святых мощей. И в дальнейшем при императоре Константине Великом и в Риме, и в Константинополе были построены храмы в их честь. И вот этого 12 числа, в этот день, было установлено в церковном календаре праздновать день их памяти. Когда мы думаем о святых, мы всегда думаем о их величии. Они нам представляются как какие-то гиганты, как герой духа. Мы можем вдохновиться их героизмом, но часто нам кажется, что нам до них очень далеко, что мы не можем никоим образом им уподобиться. И нам все-таки полезно вспомнить, что иногда даже и эти святые люди, они не были некими суперменами. Они были тоже людьми с их слабостями. Иногда делали ошибки. Иногда даже оказывались не на высоте того, что мы в них видим сейчас. После того, как они уже совершили свой земной путь. Вот апостол Петр. До того, как стать учеником Христовым, известно, что он был рыбаком, родом из Небольшого городка Вифсаида Галилейская, сыном Иудея Ионы, его имя было Симон. Он был женат. Супругой Петра по преданию церкви была родственница апостола Барнавы. У семейной пары было двое детей, сын и дочь. И для того, чтобы обеспечить семью, Симон занимался рыбной ловлей. И Господь призвал Петра и его брата апостола Андрея, когда те ловили рыбу на Генесарецком озере. В Евангелиях есть разные версии о том, как Петр стал апостолом. Допустим, Евангелие от Матфея рассказывает историю, согласно которой молодой человек попал в окружение ко Христу благодаря своему брату Андрею, который был до этого учеником Иоанна Кресителя. По преданию, взглянув на новичка, Христос дал ему имя Кифа, что в переводе с арамейского и означает камень, то есть Петр, камень, Петрос по-гречески. Камень является, это наименование является иносказательной верой, которая стала фундаментом церкви. В Евангелии от Иоанна говорится о том, что Иисус повстречал Симона на берегу озера, где они ловили рыбу, произнес такие слова, «Идите за Мною, я сделаю вас ловцами людей». И глубокий смысл слов поразил апостола Петра, Симона, и он стал учеником Христовым. Многие историки, кстати, не видят здесь противоречия. Возможно, эти события происходили друг за другом. Есть еще одно мнение, что Евангелие от Матфея акцентирует просто внимание на быте обычных людей, вынуждены добывать пищу собственным трудом. В то же время Иоанн утверждает, что и бедняки того времени были людьми не чуждыми духовностями, они знали закон, слушали проповеди и ожидали пришествия Мессии. Долгое время Петр свыкался с ролью апостола, испытывал постоянно сомнение в силе Господа, в возможности Господа. В Святых Писаниях ученик Христа часто предстает простым человеком не чуждым мирских страстей и слабостей. И Господь позволяет Петру проявление этих чувств, может быть, даже чаще, чем другим ученикам. Апостол Петр стал единственным последователем Господа, который не побоялся пойти к нему на встречу прямо по воде. В какой-то момент он испугался, стал тонуть, усомнившись в Божьей помощи. Но все обошлось. Господь спас своего последователя, не забыв упрекнуть в маловерии. Господь прощал Петру многое. Ученик часто сомневался, спорил с учителем, не верил в его предсказания о грядущих страданиях. Вот, с одной стороны, Петр первым исповедовал Господа Мессией, сказал, что тот есть сын Бога Живаго. И тут же стал отговаривать Господа от крестного пути, за что был сравнен с сатаной и соблазном. Христа расстраивало то, что его последователь больше беспокоится о человеческом, нежели о Божьем. И апостол терпеливо выслушивал упреки, но продолжал оставаться подле своего учителя. И горячий темперамент Петра зачастую брал верх над его благоразумием. Несмотря на это, он, как и апостолы, и Яков, и Иоанн, стал одним из самых приближенных ко Христу. Господь поведал и открывал им самые сокровенные тайны, делал свидетелем самих сокровенных чудес, таких как и событий, таких как молитва в Садуге в Семанском, как божественное преображение на горе Фаворской, как воскрешение дочери Ира, начальника синагоги. Когда перед распятием Христа взяли под стражу, Петр трикжды отрекся от Христа, как тот ему и предсказывал, но раскаялся и скупил свое предательство тем, что стал пламенным проповедником Христовой веры. И на самом деле Петр послужил основанию церкви, сообщества верных спасителю людей. Он проповедовал в многих местах. Мы знаем, что именно сразу же после Пятидесятницы именно апостол Петр обратился к людям с проповедью о покаянии и с проповедью о том, что Христос есть Мессия, Спаситель мира. И благодаря его горячим призывам в первый день Пятидесятницы крестилось больше трех тысяч человек. Впоследствии апостол проповедовал Евангелие по берегам Средиземного моря, в Антихии, в Малой Азии, в Египте. По преданию церкви он принял мученическую смерть около 67-го или 68-го года. Считал себя недостойным быть распятым, как Христос. Попросил, чтобы его распяли перевернутым. И когда его распинали, он проставлял Господа и принял мученическую смерть на кресте. Апостол Павел. Павел, его еврейское имя было Савл по имени первого еврейского царя Саула, один из величайших проповедников Евангелия, который всю свою жизнь отдал без остатка на проповедь. Сам он в своих многочисленных писаниях говорил, что сколько раз меня избивали, меня побивали камнями, оставляли едва живым, сколько раз уже думали, что уже все, я умер. Когда читаешь его апостольские труды, ты удивляешься, что не так-то просто, с каким трудом его давалась проповедь, с каким трудом он обращал сердца людей ко Христу. Но с чего началась его апостольская деятельность? Вспомним, что до апостольского служения, в отличие от Петра, он происходил из довольно знатного рода, из города Тарса, от знатных родителей, имевших римское гражданство. Получил хорошее образование унохеврейского учителя Гамалиила. Несмотря на веротерпимость своего учителя, который впоследствии стал христианином, он был ревностным фарисеем, поначалу ревностным противником учения Христова. Указывается в книге «Деяния», что именно Ол принимал активное участие в убиении архидиака Настефана, в частности, караулил одежды тех, которые забрасывали его камнями, и даже и спросил разрешение у Синедриона идти из Иерусалима в Дамаск, для того, чтобы там начать преследовать христиан, которое уже было в Иерусалиме. И на пути в Дамаск он встретился лицом к лицу ко Христу, поклонился ему и стал верующим христианом, христианином, и никогда не мог забыть этих двух полюсов своей веры, креста и воскресения. От креста, на котором был распад Спаситель, и воскресение, которое его включило в сон христовых свидетелей. Приняв крещение, Савл вскоре принял имя Павла и изделялся по выражению Иоанна Златоуста из волка агнцем, из серния виноградом, из плевел пшеницей, из врага другом, из богохульника богословом. Просвеща многочисленные народы, Павел предпринял длительные миссионерские апостольские путешествия. Кроме неоднократного пребывания в Палестине, он побывал с проповедью в Сирии, в Каппадокии, в Гореции, в Афригии, в Лидии, то есть на территории современной Турции, в Македонии, в Италии, на острове Кипр, в Самофракии, Родос, Мелит, Патмос, в Сицилии, в многих других местах, могущество его проповеди было настолько велико, что иудеи не могли ничего противопоставить Павлову учению, а язычники сами просили его проповедовать Слово Божие. И нередко даже всем городом собирались его слушать. И за благодеяние, за пламенную проповедь Господь удостоил своего верного ученика быть восхищенным до третьего неба и видеть райские обители. Апостол Павел потом по этому поводу говорил, что ему не хватало слов описать все красоты. Он лично писал в своих посланиях, что ухо не слышал, а глаз не видел, человеку на ум не приходило, что Бог приготовил для избранным его. В Риме апостол Павел, как гражданин, был усечен мечом. По свидетельству святителя Дмитрия Ростовского, это произошло или в этот же день, или в этот же день, на ровно через год, когда и был усечен мечом апостол Петр. Вот мы видим, с чего началось. То есть и Павел, и Петр проявляли определенную честскую хрупкость, может быть, это неразумие, какое и мы иногда проявляем. Но в какой-то момент и Павел встретил живого Христа. Петр вновь оказался лицом к лицу со своим учителем, который ему поставил вопрос. Не вопрос о том, как он мог его предать, а другой вопрос, может быть, более глубинный и более серьезный. Петр, любишь ли ты меня? Господь три раза спрашивал об этом у своего ученика, и Петр от сердца правдиво говорил, что Господи, да, я тебя люблю. Ты все знаешь, ты знаешь мою измену, ты знаешь мою слабость, ты знаешь мой страх, ты знаешь все, но ты знаешь, что я тебя люблю. С этого дня его душа не поколебалась, и он оставался верным Христу до конца. И вот, наверное, мы сегодня, в первую очередь, должны учиться этому. От христовых учеников и апостолов помнить о том, что сила Божия в нем еще совершается. И иногда тоже нам в своих мыслях и в молитвах тоже стоит так сказать говорить, что Господи, проси меня, мою слабость, мою немощь, мои грехи, мои пороки, но ты знаешь, что я тебя люблю. И несмотря ни на что, несмотря на возможные и ошибки наши в жизни, на какие-то то, что мы иногда спотыкаемся и отступаем. Как один православный священник говорил, что хотя бы лежать в направлении ко Господу Богу. Лучше всего стараться хоть посепенно, посепенно, хоть немножко, но двигаться ко Христу. И Господь Бог нас поможет, нам просит наши грехи, наши ошибки и примет нас в свое небесное царство. Всех вас поздравляю с наступающим праздником в честь святых апостолов. Всем вам помогай Господь. Пусть и нас, и же есть и на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле, крепно, что сущный, так, вновь вниз, и остави нам ноги наши, як уже и мы оставляем важником нашим и не глядим на свои искушения, но избави нас от глухого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok